Страшная авария произошла на трассе в Иркутской области. На дороге, ведущей из Жигалова в село Казачинское, столкнулись грузовик и две маршрутки с пассажирами. Трое человек погибли, двое пострадали. Подробности резонансного ДТП выясняла Дарья Ивазова Ейслова. Бок этого микроавтобуса смяло словно бумагу. В похожем состоянии и второе авто. Эти маршрутки возят пассажиров между Керенском и Иркутском. Но этот рейс до пункта назначения так и не добрался. На трассе между Жигалово и Казачинском маршрутки столкнулись с большегрузом. В настоящее время сотрудники полиции работают. На месте совершения дорожно-транспортного происшествия устанавливаются причины и условия аварии. В результате дорожно-транспортного происшествия три пассажира автомобиля «Тойота Хайс» скончались на месте до приезда бригады медицинской скорой помощи. Известно, что погибли водитель и два пассажира маршрутки. Их личность еще устанавливают. При этом жители Керенска в соцсетях сообщают, что в числе погибших может быть 17-летняя девочка. На место происшествия также вылетела медицина катастроф. Помощь потребовалась двум пострадавшим. 12-летний мальчик в шоковом состоянии остался в Жигаловской районной больнице. А вот 55-летнего мужчину эвакуировали в Иркутск с переломами и черепно-мозговой травмой. Оказана медицинская помощь силами бригады санитарной авиации, куда входили специалисты нейрохирург-травматолог, анестезиолог, реаниматолог. В настоящий момент пациент стабилен. Находится в отделении травматологии областной клинической больницы. Весь необходимый комплекс обследований и лечения пациенту проводится. Ухудшение самочувствия при транспортировке не зарегистрировано. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Также проверку проводит прокуратура. На место дорожно-транспортного происшествия выезжала прокурор Жигаловского района. В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности дорожного движения, а также причинам и условиям, способствующим произошедшему. Свою роль в этой трагедии могло сыграть и состояние дороги. Она грунтовая, и потому есть вероятность, что в дорожной пыли машины могли не заметить друг друга. А еще дорогу регулярно размывают дождями. Но альтернативного пути у жителей отдаленных районов просто нет. Поэтому вопрос безопасности трассы стоит особенно остро. Дарья Ивазова новость побуднем.